Чтобы такого съесть, чтобы похудеть? Оказывается, что сохранить фигуру, не испытывая при этом мучительного голода, очень легко. На самом деле, врачи говорят, что перед первым приемом пищи нужно съесть горсть отрубей и запить их водой. В таком случае организм получит чувство насыщения и в следующий раз мы съедим гораздо меньше, то есть не будем переедать. Об этом говорят врачи, так что можно что-то такое съесть, чтобы похудеть. А мой совет будет несколько другим. Чтобы такого съесть, чтобы похудеть, я к этому отношусь по принципу интуитивного питания. Оно стало модным сейчас, в этом году. А я им придерживалась в принципе всегда, потому что наш организм устроен так. Это система, которая занимается саморегуляцией, самовосстановлением, самообучением, если ему не мешать. Поэтому получается как? То, что мы хотим есть, это нам полезно в данный момент времени. Это происходит и в тех случаях, когда мы болеем, и во всех остальных случаях. Поэтому говорите с своим организмом, чтобы вам такого съесть, чтобы похудеть. И он обязательно вам подскажет. Похудеть с помощью кофе некоторые рекомендуют. Хочу сказать, что кофе с молоком как раз не помогает похудеть. Кофе с молоком по каким-то таким странным причинам вызывает вздутие живота и увеличение объема в районе живота. Есть такое свойство у него. Что касается молочных продуктов, очень полезно на ночь пить горячее молоко со специями. Такое, так называемое золотое молоко с куркумой и другими специями. Кореца и имбирь, что вам по душе. А так я рекомендую, конечно, то, что ваш организм хочет, то и кушайте, то и правильно. Сначала, конечно, будет тяжело. Сначала, может быть, он вам будет говорить про какой-то шоколад, пирожный. На самом деле здесь включится другая немножко теория. Если что-то запрещали, если что-то, может быть, вы держали сами под запретом или ваши родители вам запрещали, то тогда здесь будет выскакивать запретный плод сладок. Поэтому это будет не совсем ваше желание, а это будет попытка получить то, что запрещали. Представьте себе, что вам можно все. И тогда вот организм постепенно-постепенно будет приучаться к тому, что будет выбирать сам. А так, конечно, я вам порекомендовала бы зеленый коктейль, который говорил, пить не умывайте. Во-первых, конечно же, это сода. Чтобы такого съесть, чтобы похудеть, я про соду забыла. Утром обязательно нужно выпивать соду. Пол чайной ложечки соды запариваем кипятком и доливаем теплой воды. Это выпиваем, а потом уже можно что-то будет есть. Сода способствует прочищению нашего организма. Сода способствует оздоровлению. Так, еще раз хочу, да, упомянуть, я не врач и не разговариваю с вами с медикаментозной точки зрения, не прописываю лекарства. Я просто делюсь своими мнениями. И если вы хотите чем-то воспользоваться, вы самостоятельно принимаете решение, можете об этом почитать, конечно же, в других источниках информации, как, в принципе, всегда делаю я. Я любую информацию перепроверяю, потому что даже если автор проверенный, может оказаться, что именно это у нас с ними не совпадает. Дальше смотрите на свой организм, откликается вам это или не откликается. И если есть сомнения, да, с врачом консультируйтесь, у каждого свой организм. Зеленый коктейль не умывайте на. Это укроп, петрушка, зелень любая, которая вам нравится, линдиска, огурец, все это кладете в блендер, немножко воды добавляете, взбиваете и выпиваете. Полстакана такого коктейля каждый день. И, соответственно, будете здоровы и счастливы. Здоровья и счастья вам, дорогие мои.